всем привет сегодня хочу поговорить с вами про отношения вы знаете так интересно я когда консультирую и мужчин и женщин которые в поиске своей второй половинки я иногда слышу одинаковые фразы вы знаете такое чувство как будто между мужчиной женщины стоит стена и они две стороны этой стены иногда говорят одно и то же и убеждены что у них это так а у женщин по-другому а женщины убеждены что у них эта проблема а у мужчин нет это по-другому и так интересно давайте в этом немножко по философствуем потому что смотрите что получается я слышу иногда одни и те же фразы и это естественно немножко забавляет но она очень хотелось бы конечно развеять этот миф и снять вот эту пелену между мужчинами и женщинами и разрушить также эту стену которые мы себе в голове повыстраивали есть мужчины которые говорят о том что вот вам женщинам намного легче строить отношения и искать сексуальных партнеров а вот на мужчинам сложно есть женщины которые говорят о том что вот вам мужчинам намного легче строить отношения находить дата новых партнеров и сексуальных партнеров а нам женщинам сложнее у вас типа у мужчин все проще есть женщины которые говорят о том что слушай найти себе мужчину для сексуального удовлетворения так это же вообще легко и для отношений найти мужчину это тоже легко есть мужчины которые говорят что нужно найти девушку себе для сексуальных потребностей так вообще я сейчас за вечер несколько штук найду женщин для отношений это тоже легко можно найти есть такие мужчины и женщины которые говорят о том что найти отношения для сексуальных потребностей легко а вот отношений сложно и точно эту же фразу говорят и мужчины эту же фразу говорят женщины есть такая категория когда женщина говорит вот со мной что-то не то потому что меня абсолютно не видят мужчины есть мужчины которые говорят но что-то не то меня абсолютно игнорируют женщины я не могу не с кем познакомиться и знаете что самое интересное что одно и то же убеждение имеют и мужчины и женщины и они думают что это у них проблемы а вот у противоположного пола да там у второй половинки нет этих проблем то есть что например женщина никогда не сталкивается с таким вопросом как это найти для себя например сексуального партнера и я хочу сейчас развеять мир для мужчин которые меня смотрят мужчины у женщин тоже есть такая потребность у женщин тоже есть такой вопрос у некоторых женщин как выбрать то там того партнера с которым тебе будет хорошо даже если это не для отношения для только сексуальных потребностей и наоборот некоторые женщины убеждены в том что мужчине найти женщину это так вот просто раз легко так вот я скажу что не для всех что есть мужчины тоже которые остаются скажем не удовлетворены и они не понимают как найти им женщину для удовлетворения и узнаете что самое интересное что вот получается а реально есть такое ощущение когда ты вот работаешь с мужчинами и женщинами что вот как будто между ними есть и на они ходят по городу они общаются друг другом встречаются иногда там по работе в каких-то там общественных местах и не просто не видят друг друга вот такое чувство как будто огромное количество вот вы видите да вот так выходишь социуме смотришь по улицам там приходишь торговый центр еще кто-то и там ходит огромное количество и мужчин и женщин и такое чувство как будто не все ходят за какой-то стеночкой то есть они вроде бы все в одном помещении но они друг друга абсолютно не видят и даже когда они находятся где-то в каких-то там местах они продолжают друг друга не видеть и что мешает по сути и мужчинами женщинам ходить как будто с вот этой пеленой как будто за вот этой шторкой за вот этой занавесочкой это как раз наше убеждение это наше мышление вот эти все фразы которые мне говорят мужчины и женщины эти все фразы являются как раз вот этой занавеской за которой вы прячетесь от отношений эти все ваши убеждения которые вы вот так вот да там исходя из опыта или еще каких-то ограничений вы верите они являются вашей вот этой стеночкой за которой вы не видите отношений потому что еще раз повторю есть категория людей и мужчин и женщин между которыми нет этой стеночки вот они легко строят отношения нелегко знакомятся они легко встречаются до некоторые строят отношения за свою жизнь уже не много раз то есть есть какой-то степени знаете как если с одной полярности посмотреть другую сторону есть люди которые вообще настолько быстро легко заводят новые отношения что у них этот навык настолько развит при этом не развит навык например как построить длительное отношение то есть как долго находиться в отношении то есть они входят в отношении пока идет период влюбленности они там кайфуют им там все классно прикольно потом влюбленно заканчивается они типа ну увы следующий дальше типа и поскольку вот этот навык легко заходить на воде и ну как вернее заводить новое знакомство легко знакомиться легко входить в отношения в них разы поэтому они от одних отношений другим легко переходит и я не говорю что какая-то из этих стратегии является более выгодной идеально я просто хочу сейчас донести тут мысль что нам для отношений важно в первую очередь снимать наши убеждения вот эти наши пленочки с глаз и вот эти занавески которые мы сами себе понавешивали что если у вас есть цель строить отношения если у вас есть цель входить в отношениях то вы должны снимать вот эти убеждения которыми вы за которым вы сейчас прячетесь и вам кажется что вы находитесь как будто за какой-то занавеской как будто вы находитесь по ту сторону стены и между вами противоположным полом находится такая толстая стена и вы друг друга не видите я сейчас намеренно говорю метафорами чтобы вы во первых сами посмотрели как вы определяете вот эту вот метафору который вас отделяет от ваших отношений то есть вот есть вы а что между вами то есть почему мире так много мужчин но вашей жизни нет почему в огромном во всем мире так много женщин а вашей жизни нет потому что вы знаете как вот например отходит себе по жизни там холостой мужчина вот у меня есть тоже друзья холостые я вот так все время наблюдаю тоже мне очень интересно и где-то ходит огромное количество женщин которые мечтают про такого мужчин а он опять же ходят со своими вот такими вот занавесочками со своими шторами то есть например там еще раз повторю он может легко заводить отношения для сексуальных потребностей но очень сложно заводить отношения для долгосрочных перспективно для отношений таких для семьи там все остальное точно так же ходит иногда девушка ты смотрю такая вот и красиво интересная и ну вот как хозяйка хорошая да там и развивается и работать над собой вот смотришь ну блин вот давно уже замужем была и занята была в этом со своим мужчиной а нет она продолжает ходить одна почему потому что опять она отдела на себя какие-то шторы то есть она отдела на себя какую-то занавеску за которой она прячется это занавеска в виде каких-то убеждений которые ее намеренно вот столько времени ограничивает и ограждает все-таки от тех отношений которых она с одной стороны хочет с другой стороны боится что делать первое это обратить внимание и увидеть ту метафору который вас ограничивает и отдаляет от ваших отношений то есть задать себе вопрос что между мной и мужчиной которые с которым я смогу построить отношения которые хочу вот в этом мире есть и еще очень важно вы должны осознать что мужчина или там женщина то есть ваш партнер с которым вы можете построить отношения он в этом мире не единственный тот человек с которым вы можете построить отношения с которыми в которых вам будет хорошо он не единственный таких женщин много таких мужчин много вам важно в радиусе там той местности где вы находитесь вот в этом радиусе найти людей которые будут соответствовать вашим потребностям вашим критериям это раз во вторых посмотрите вот увидеть вот эту метафору что между вами и тем человеком с которыми у вас получится и у вас будут те отношения которые вас будут радовать и наполнять дарить удовольствие это второе и третье посмотреть она чтобы вы хотели поменять эту метафору вот чтобы вы хотели чтобы было между вами потому что вот знаете как я очень люблю вот используют метафоры в своей работе и люди которые легко строят отношения вот у них чаще вот такие вот выглядят метафоры я как будто прихожу на полянку а там вот как цветочков очень-очень много вот так же там например мужчин очень-очень много и вот когда я прихожу на эту полянку мне глаза разбегаются я так смотрю и мне прям хочется со всеми познакомиться со всеми пообщаться и вот с кем-то из них уйти или наоборот то есть да там очень своя метафора то есть чаще позитивные метафоры выглядят видео какого-то такого приятного комфортного пространства которым много много интересных людей вот здесь то есть опять же кто-то может сказать что там очень много-много каких-то там цветов вот мужчины тоже говорят иногда такими фразами вот я там захожу а там как в палисаднике я хожу выбираю какую же мне сегодня забрать то есть позитивные метафоры не выглядят иногда вот в каком-то таком формате то есть вы можете поисследовать опять же ту метафору которую вы хотите чтобы было у вас также можно поисследовать метафор то есть это метафора но на знакомство под вы четко нашим понимать что для того чтобы легко знакомиться с противоположным полом это одна стратегия для того чтобы создавать отношения сразу в этих знакомствах это другая стратегия для того чтобы из этих отношений перейти в длительные отношения это третья стратегия то есть это все разные стратегии навыки которую вам важно потом развивать и обучаться и тоже важно понимать что пока вы тратите свое время кто-то остается год кто-то два я знаю люди уже несколько лет остаются одни и все нас находится в состоянии фантазии мечтаний вы тратите время потому что вы за это за эти года могли получить важный ценный опыт вы знаете то как мы узнаем себя в отношениях мы так себя не сможем узнать когда мы находимся одни да мы можем тоже работать над собой мы можем развиваться мы можем изучать себя задавайте вопрос чего мы хотим но поверьте в контакте с другим человеком это всегда делать более интересные там открываются для вас много больше информации о вашей в первую очередь что вы приходите вы начинаете общаться вы начинаете строить отношения вы начинаете знакомиться и вы в этом контакте уже о себе очень много нового узнаете очень много полезного вы знаете есть такая техника 21 свидание и эта техника не но в первую очередь цель этой техники это для того чтобы познакомиться с собой вот неважно да кто сейчас использует эту технику или мужчина и женщина вот она подходит абсолютно для всех вот вы ставите для себя такую цель пройти 21 свидание с разными людьми подзаметь не с одним человеком 21 свидание а с разными людьми то есть с разными людьми познакомиться и пройти 21 свидание и каждый раз после свидания задавайте себе вопрос что я много узнал о себе а именно что меня заинтересовало что мне было интересно что мне наоборот было не окей то есть собирайте такую данную базу данных не о человеке с которым вы пошли на свидание там тоже очень важно осознать это а задавайтесь вопрос как мне было как я себя чувствовал как не было что мне понравилось что мне было приятно что было наоборот неприятно что меня зацепило а что мне привлекло внимание что меня оттолкнуло, а как вот ты себя вел человек там или девушка, что наоборот. Собирайте информацию о себе. И эта техника очень круто, во-первых, проработает первую стратегию, научит вас ознакомиться. Ну, уже о как создавать отношения поговорим в следующих видео. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, с какими вы сталкиваетесь убеждениями. И мне очень интересно, запишите, пожалуйста, ваши убеждения, что для вас отношения. Запишите, какая для вас метафора. Это будет вообще очень ценно, если мы под этим видео соберём с вами метафоры, потому что мы очень сильно обогатим друг друга. Запишите, пожалуйста, какая для вас метафора в отношениях. Расскажите, что для вас важно и ценно, на что вы обращаете внимание и какие убеждения вы видите в своей жизни, что вас, например, или легко вам входить в отношения, строить отношения, или наоборот. Пишите, будет очень интересно нам с вами, как говорится, посоприкасаться друг с другом. Это будет очень ценнейший опыт. Не забывайте ставить лайки, мне очень приятно. Также, естественно, подписывайтесь на мой канал. И до скорых встреч!